Всем привет! Сегодня будет у нас обзор на прибор для поиска спутникового сигнала от компании GT Media, модель V8 Thunder VSE2. У меня уже был обзор на канале на первую версию данного прибора для настройки антенн. Он по сей день до сих пор работает и нету с ним никаких проблем. Мелкие недочеты вроде вышедшей из строя кнопки питания, которая там стоит 3 копейки, ну аккумуляторы тоже можно сказать вышли из строя, но здесь был больше человеческий фактор, так как он у меня попал под дождь сильный, вымок и аккумуляторы коротнули, они были оказывается вместе там спаянные, один аккумулятор был вздулся и мне пришлось поменять, но аналогичные аккумуляторы там не обошлись в районе тысячи и этот прибор до сих пор работает, но я приобрел прибор на будущее запасной случай выхода из строя основного и вот так вот собственно решил сделать на нему обзор. Заказывал на Алиэкспресс, обошелся мне около трех тысяч, как в принципе и предыдущая модель также около трех тысяч обошлась. Давайте смотреть. Комплектация была разная, можно было взять на выбор без кейса для переноски, без провода, без зарядника. Я взял модель, которая идет в кейсе обязательно, потому что переносить и пользоваться с кейсом гораздо удобнее, чем без него. В комплекте идет ремешок. Я брал без зарядника TFC, потому что мне он не был нужен, так как зарядников и телефонов и так хватает. Поэтому взял только в комплекте блушнурок TFC. Вот он у нас идет для зарядки. Здесь положили какой-то переходник. Я еще не знаю, для чего он. Какой-то штырек, а здесь прикручивать можно как для спутникового антенны разъем. Но здесь он, я так понимаю, он тут и не нужен. Хотя нет, подходит. Но опять же, будет ли это удобно с таким штыриком? С одной стороны, за время эксплуатации предыдущей модели, этого прибора, мне пришлось со временем, я до такой степени часто вкручивал провод для настройки антенн, что у меня просто не стало резьбы, наверное, миллиметров 5-6. И мне пришлось срезать вот до такого состояния это гнездо. Соответственно, эти потроха немножко там торчат. Но при этом это никак не влияло на работоспособность данного прибора. Здесь, наверное, этот штырек эту проблему решит. То есть, может, можно будет вот так напрямую вставлять, сюда сделать гаечку на обычный стандартный кабель для настройки, и можно будет настраивать. Но за время работы с этим прибором я таких проводов у клиентов понаоставлял, позабывал, я не знаю, штук десять. И если этот переходничок я забуду, то, соответственно, за ним я точно не поеду возвращаться за сколько метров с какого-нибудь адреса по заявке. Ладно, что-то я заговорился по поводу этой всей предыдущей модели. Мы все-таки обсуждаем ревизию новую, ревизию вторую. Чехол, по мне, так вот этот по качеству стал гораздо лучше, чем у предыдущей модели. Он более плотнее. По поводу вот этого прозрачности полиэтилена я ничего не могу сказать. Кстати, на предыдущей модели он у меня очень сильно изшоркался. Но, опять же, у них же на Алиэкспресс я нашел, что эти чехлы продаются отдельно. В принципе, там стоят рублей 500. Думаю, надо заказать для старой модели. Буду до последнего мучить, пока работает. Ремешок стандартный. Здесь вот он закрыт каким-то защитным скотчем в виде бумажки. Давайте оторвем, посмотрим. Качество, в принципе, такое же, как и было в предыдущем. Но за время работы с тем, нигде на предшественники не лопнули вот эти механизмы. Хотя я работал на сильном морозе. Бывало, оно приходилось устраивать при температуре минус 40. И нигде ничего пластик не отлетел. Так, давайте в сторонку уберем. Шнурок такой Тиопси. Ну, как бы посредственный, но взял я, наверное, с ним в комплекте, потому что как раз таки в комплекте был вот этот металлический переходничок. Они были отдельно, чтобы без провода. Поэтому взял вместе с проводом. А так провода, это все как бы от телефона подойдет. И заметьте, да, мы говорим про стандарт Тиопси, потому что здесь зарядка уже будет идти через стандарт Тиопси. Получается, по разъемам. Раньше внизу у нас был разъем стандартное питание. Ну, такой, как на спутниковых приставках, на цифровых. Здесь же был разъем USB. Сейчас же их перенесли в бок. То есть, здесь у нас заряд идет для нашего прибора. Здесь же у нас подключается флешка для обновления системы. Возможно, там, для записи передач. Хотя, не знаю, данный прибор все-таки нужен больше для настройки, а не как медиапроигрыватель. Также с боковой стороны остались у нас выход HDMI для подключения нашего прибора по HDMI. По нему, собственно, я выдам изображение. Мы будем дальше смотреть функции этого прибора. Есть возможность подключения входящего видеосигнала и выходящего видеосигнала через 3,5 штеер-разъем на три тюльпана. Такого переходника здесь в комплекте нет. И, насколько помню, на сайте тоже он не предоставлялся. И, честно говоря, по-моему, на предыдущей модели он был, но я его не использовал. Я сразу же модернизировал, сделал переходник свой. Из-за небольшого, короткого, он нужен не так часто. Данный прибор, данная предыдущая модель, мне понравилась тем, что мне было удобно на нем настраивать видеокамеры. То есть, я сделал переходник с AV на BNC и одновременно подачу питания с USB. Та модель поддерживала на выходе 8 вольт. Этого было достаточно запустить большое количество видеокамер без дополнительного питания, тем самым по телевизору подстроить камеры уже на месте, а не бегая там, например, с человеком дополнительным, либо самому и подстраивать эти камеры уже с регистратора. Опять же, здесь только обычный видеостандарт. То есть, никакие там HD, TVI, CVI, они не будут работать. Только обычный вот стандарт, как были камеры там, не выше 576 точек на 720. Ладно, давайте опять мы отошли от именно прямой функции этого прибора. Это поиск и прием спутникового сигнала. Кнопка включения здесь в этом же месте, такая же. Разъем в этом же месте расположен. Включаем. Зарядка родная у него есть. Индикация также идет, как и была на предшественнике, но видоизмененные. Здесь полностью меню. По кнопкам, в принципе, все то же самое, что на своих местах. Клавиша меню, клавиша выхода, клавиша субтитров, не знаю зачем, записи. Клавиша телетекста, клавиша выбора аудиодорожки. Здесь у нас функция отключения, включения яркости. Функция ТВ-радио, сад антенны, клавиша инфо, клавиша отключения звука. Цифры для набора частот транспортеров. Ну и еще пару кнопок для настройки. В общем, вот он внешний вид. Он, кстати, легче своего путешественника. Существенно, наверное, грамм на 200 легче. Скорее всего, батарея здесь уже не настолько емкие, как были раньше. По специфике, здесь должна быть установлена литийная батарея 3,7 на 5. 5000 мАч. В принципе, этого достаточно для использования прибора в течение 3-4 часов для настройки. На самом деле, столько не надо. Данная модель поддерживает стандарт EVBS 2 также с кодеком H265. Это немаловажно, потому что сейчас все-таки дальше шагают операторы. Уже не сидят на 264 кодеке. И, возможно, в будущем, конечно, может уже и будут другие модели. Но мы, наверное, также уйдем от кодека MP4 и уже придем к кодеку MP5, что настраивать без прибора с поддержкой MP5 H265 кодека уже будет невозможно. Питание у нас может идти 5, 9, 12 вольт на зарядку. Частоты поддержки идут стандартные, 2150 МГц, прошу прощения, производство естественно Китай. Тут какой-то QR-код, не знаю, скорее всего, на сайт производителя нас выводит. Теперь давайте подключим его, выведем на прямое изображение и посмотрим все его возможности, что с ним можно делать. Подключим его к спутниковой антенне, попробуем поймать сигнал. У меня есть кабелек со спутником ABS-2, 75-й градус восточной долготы. Попробуем на него как раз поймать такие операторские частоты провайдера МТС-ТВ, который как раз дает большинство каналов сейчас в 265 кодеке. Проверим, поймает он их или нет. Все, выход HDMI у нас работает, появилось у нас изображение, теперь более крупно, все более лучше видно. Первое, что с вами сделаем, это переведем наш приемник на русский язык, прибор. По старой памяти называю приемник, прибор для настройки антенне. Подождевая, что это параметр система, вот первый у нас пункт это язык, и здесь у нас мы меняем, ищем русский язык. Вообще языков здесь у нас, сейчас посмотрим сколько, не исчерпаем, но языков 10 точно есть. Все, выбираем русский. Нажимаем на клавишу выхода. Так, здесь у нас что есть? Настройки видео и звука. Разрешение палки 1000. Соотношение авто, видеоэффект стандарт, аудиовход, LPC. Тут ничего вообще не трогаем. Стройки локального времени, не знаю для чего здесь надо, но можно настроить, если кому-то нужно. Стройка экранного меню, здесь отображение у нас. Выключено, тайм-аут 5 секунд, это на каналах информация. Прозрачности нет, звуковой эффект включен. Скрин-сейвер 60 минут с записи, тайм-шифт. Точка доступа Wi-Fi нам предлагают, поддержку Wi-Fi для чего я не понимаю. Ну, давайте я попробую подключить адаптер на чипе NT7601 и мы сейчас узнаем, можно ли данному прибору работать по Wi-Fi. Устройство подключено, то есть он определяет у нас адаптер на чипе NT7601, видите, без проблем. Я не знаю, давайте, может быть, подключимся, но для чего, только не пойму. Вот она моя точка доступа, допустим, просит ключ, который надо ввести. Давайте попробуем ввиду. Допустим, сохранить на желтую клавишу, подключить на красную. Подключилась. То есть, вроде как подключилась. Хорошо, проверили эту функцию. Не знаю, для чего она. Ну, давайте тогда уж раз мы здесь в системе зайдем в онлайн-видео. Обычно, конечно, не с этого надо начинать, но погнали. Вот здесь есть приложение YouTube. Одно единственное оно здесь есть. Вот ради него мы здесь что-то подключаем. Что-то зашло, вот какой-то трейлер нам предлагают. Давайте попробуем. Что-то грузит. Так, скорость потока. Ну, вот что-то пошло. Значит, YouTube тут вроде как работает. Не знаю, для чего он, но мы с вами проверили, YouTube работает. Выходим с параметра системы. Давайте тогда начинаем с самого главного. Это именно поиск спутниковых каналов. Я смотрю, батарейки два деления. Она ни разу еще не заряжалась. Как бы она не разрядилась, пока мы ее проверяем. Ну, если на крайний случай поставим на зарядку. Нажимаем установки. Здесь у нас куча спутников. Слышу, пищит индикатор сразу, чтобы он нам не мешал. Звук отключаем. По идее, нам эти спутники особо не нужны. Поэтому технически, конечно, их надо отсюда убирать. Можно удалить их все. Выбрав синюю клавишу. Потом нажимаем на клавиши назад. Подтверждаем удалить. А что у нас они остались вроде бы. Все нам предложил удалить. Удалить все клавиши назад. Или, может, еще удаляет. Наверное, еще удаляет. Потому что ничего не происходит. Он не дает ничего нам сделать. Ждем. Пока все в зависшем состоянии. У него встала каша. Наверное. О, удалили. Просто нужно было немножко подождать. Никуда не нажимайте. Не повторяйте моих ошибок. Теперь можем добавить свои спутники. Нажимаем красную клавишу. Имя спутника клавишей ОК. Выбираем. Ищем. Ну, здесь кому как удобнее. Я, наверное, попробую. Ничего. Ничего. Сейчас. А страницу. Страницу зеленой. Да. Можно поменять вот так. Крупными буквами. Потому что так проще. И получается у нас спутник будет АБС. Да. Как я вам говорил. АБС 2. А, он у нас идет сейчас. Ну, кому-то АБС 2 будет как-то более знакомым. Нажимаем на желтую клавишу. Сохранить. Можно вот здесь вот выбрать долготу. Например, 75 градусов. Подтверждаем желтой клавишей. И еще раз подтверждаем желтой клавишей. Теперь нам надо в него зайти в установки. Стрелка получается вправо. Здесь мы меняем частоту LNB на универсальную. Пока не предлагает. Наверное, надо было вот так вот нажать на ОК. И у нас идет 9,750, 10,600. Эти данные мы не трогаем. Это надо, когда у вас несколько антенн на одном кабеле. Питание LNB вставляем на авто. Позиционирование тоже мы не трогаем. Оно нам здесь не нужно. Так. Выбор транспортера. Нам пока не предлагают, да? Ну, нажимаем на синюю клавишу сканировать. Сохранить параметр. Допустим. Поиск на одном спутнике. Слепое сканирование. ТВ, радио. Так. Назад. На выход. И еще раз на выход. Спутник у нас создан. Транспортер. Клавиша SAT. Нажимаем на нее. Транспортеров, естественно, нет. И добавляем красные клавиши. Так. Частоты. Ну, допустим, мы проверяем НТС. Значит, это у нас 11920. Скорость 4500. Поляризация вертикальная. И вот этот последний пункт, не знаю для чего, где-то 6.00. Вообще его не трогаем. Нажимаем сохранить. Все. Уровень качества сигнала у нас есть. Конечно, по сравнению с предшественником, здесь будет все покрупнее. И это удобно на самом деле. Потому что вот тот прибор на солнце, и сейчас как-то стерлся экран, и подстерлся поляризация. Полителен. Видно плохо. Видно, но плохо. Так. Здесь у нас все готово. Нажимаем на клавишу выхода. Зря. Установки обратно заходим. И нажимаем сканирование. Теперь мы должны подхватить остальные частоты. И поэтому нажимаем сканирование. Здесь не трогаем. Нажимаем сетевой поиск. Да. Можно вместе с радио поймать сканирование. Так. Это у нас, наверное, только открытые каналы. Мы выбираем нет, чтобы поймать их все. Понятно, что они у нас не будут раскодированы. И показывать там будет буквально каналов 5-6. Но главное, чтобы он у нас поймал 265-й кодек. Так. Нажимаем на поиск. Угу. Ну, подчастоты подхватились сетевые. Все хорошо. Каналы ловит. Все находит пока все, что есть. 173. 173 канала нашел. Что-то мало нашел. А, возможно, он не подхватил частоту 920. Нет. Подхватил. Вот здесь, видите, в принципе, есть информация. И она, кстати, пропадает. Это очень удобно. Потому что, например, у предшественника, пока ты не выберешь телеканал, он не пропадет информация о сигнале. И он будет показывать. А здесь попался канал. Несколько секунд прошло. Вот у нас бесплатный канал. Вот он у нас показывает. Так. Громкость выключена. Вот. Громкость пошла. Отключаю. То есть информация. Здесь вот качество. Сигнал идет. Она держится сколько-то секунд и проходит. То есть есть картинка. Все идет. Все работает. Переходим снова в меню. Теперь у нас есть какой-то пункт. Спектрум. Я не знаю. Анализатор, наверное, чего-то. Это качество в децибелах. Я не знаю, для чего это делают. Как бы кто-то тоже говорит, что в децибелах лучше видеть качество. По мне, так достаточно силы и мощности, чтобы отрепетировать антенну. Этот параметр не сильно нужен. Так. Следующее. Это тоже непонятно у нас идет. Наверное. А. Это анализатор частот. Мощность, качество идет. Видите. Тоже не знаю, нужна будет вам функция или нет. Но она в этом приемнике уже реализована. Калькулятор. Это у нас расчет по компасу. Честно говоря, за десятилетнюю практику мне не доводилось вставить антенны по вот такому вот компасу. Тем более, я не уверен, что здесь есть компас встроенный в данный прибор, что он будет реагировать. Видите, я его шевелю, а он не реагирует. Соответственно, встроенного компаса у него нет. Сейчас в любом смартфоне можно поставить встроенный компас и по нему ориентироваться, если вы прям не знаете, где находится у вас луч антенна. Функция канала. У нас здесь список телеканалов, которые мы с вами поймали. Здесь это можно сделать фаворитными каналами, заблокировать, редактировать, переместить. Не знаю тоже, для чего это надо. Это больше реализация нужна в приставке цифровой, а не в приборе. Здесь у нас то же самое будет с радиоканалами. Благо мы их не поймали. Электронный телегид. Программа передач на неделю. Вот она у нас приходит потихоньку. Видите, появляется. Но это у операторских каналов, зашитых. Если это будут свободные телеканалы, там, как правило, программы передач нет. Настройки таймера. Таймер автовыключения. Тоже не знаю, для чего его реализовали в приборе. Список избранных, наверное, каналов. Нет, это не избранных каналов, а каналов по категориям. Можно выбрать это. Фильмы, новости, музыка, спорт. Тоже не знаю, для чего реализовали. И удалить все каналы. Выберем, если введем пароль. 4.0. И каналов у нас не будет. В принципе, в приборе они и не нужны. На самом деле. Так, нажимаем на клавишу выхода. Следующий пункт, это у нас медиа. Так, это, я так понимаю, у нас возможность записи и просмотра какого-то контента на этом приемнике. Ну, раз мы уж с вами проверили работоспособность Wi-Fi, давайте проверять работоспособность медиа проигрывателя. Не знаю, для чего она здесь нужна, но давайте проверять. Флешку я подключил. Накопитель подключен. Флешка на 128 гигов. Беспроблемно у нас определилась. Музыки здесь не будет. Выбираем. Фильмы. Стандарт МКВ видит. Читает. Так, звук. Звук идет. Весь экран сделать на желтую клавишу. Стандарт Full HD идет. Кодека C3 поддерживает. В принципе, как цифровая приставка может работать. Можно передавать какой-то контент. Проверим. Менеджер записи. Это, наверное, то, что мы будем сюда записывать все файлы с канала. Здесь появится информация о нашем накопителе. Пожалуйста. Флешка. 128 гигабайт. Система файловая NTFS поддерживается без проблем. Конфигурация DR. Это у нас параметр настройки, наверное, автозаписи. Что-то типа таймшифта. Ну, вроде как, все включено. Раздел C. Диск. Выбор. Следующий пункт. Инструменты. Здесь у нас информация о нашем приемнике. Здесь вот есть QR-кода для перехода на официальный сайт. На официальный сайт форум. Здесь у нас прописана версия программного обеспечения. Установленная последняя, я так понял, за июнь 2022 года. Подозревая, что на данный приемник можно сделать обновление. Попробуем, конечно, обновить через флешку. Наверное, будет отдельное видео, как это сделать, на каком сайте, чтобы это все было правильно и не испортить прибор. Попробуем. Обязательно сделаю видео дополнительное. Заводские установки, прошу прощения, не туда зашел, вернут наш приемник к тому состоянию, как он был куплен. Естественно, язык у нас обьется на английский. Резервное копирование на USB, оно пригодится вам, если вы будете делать обновление ПЛО. И чтобы вам база данных, вот здесь вот, обязательно включите. То есть, например, этот режим резервного копирования снимет всю прошивку. Здесь снимет у вас только база данных. А здесь у вас снимет база данных и ваши настройки этого прибора. Такая вот система. Ну и функция запись, которая записывает с какого-то, например, канала информацию. Вот, собственно, и все. Параметры системы мы с вами были. Прибор для настройки работает. Сигнал передает. Конечно, видоизмененная прошивка. Не знаю, плюс это или минус. Но, по крайней мере, все сделано крупно. Все понятно. И, как бы, компания не стоит на месте и не шлепает одни и те же модели этих приборов. Все-таки немножко модернизирует. Поэтому, надеюсь, что дальше будет только лучше. Какие-то функции мы с вами поймем в работе только тогда, когда уже этот приемник пройдет полевые испытания и настроится на нем не один десяток антенн. Повторюсь, предшественник работает до сих пор. Куплен он уже, я не помню, в году 2017, наверное. Может, даже в 16-м. И, как бы, себя он заканчивал хорошо. И свои деньги он уже давным-давно отбил. Надеюсь, данный прибор также не подведет и будет работать исправно. Пока мы с вами проверяли, он практически не нагрелся. Все хорошо. Кранчик теплый. Не знаю, нормально это или нет. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, видео было всем полезно. Как обычно, какие-то вопросы пишем в комментариях. Всем доброго дня. До встречи.